Очень часто бывает конфликт у женщины с её отцом, когда он для неё был каким-то достаточно идеализированным. Она осталась в этих отношениях с отцом, и тогда её партнёр — это чаще всего будет какой-то мальчик, который не может реализоваться как мужчина и будет её не удовлетворять. И там очень много этой агрессии на самом деле появляется, очень много недовольства этим партнёром, что он не так, он не такой, как отец, он не такой крутой, он не такой брутальный. Даже если отец подонок был в этой семье. И эти партнёры могут меняться. Да, и эти партнёры, они всегда эти нереализованные мужчины, они всегда не инициированы в этих мужчинах, они никогда не могут достичь этого, да, такого мужского состояния, в котором они могут дать это женщине. А женщина никогда не может этого получить. Интересно. И тогда там тоже случаются измены, потому что женщина всегда ищет, ищет этого мужчину, хотя она остаётся предана своему отцу в завязке такой. Ну да, интересно. А что бы ты могла по этому поводу порекомендовать? Ты всегда очень красивая, как всегда, в анализе изящная такая вот… Да, всегда очень предсказуемая, отвращающаяся к родителям тема. Всё, что я могла бы порекомендовать, это личный психоанализ, конечно, потому что каждое отношение с отцом, они индивидуальны, и в зависимости от того, какими они были, какие там есть травмы, какой был отец, когда он появился, отсутствующий тиран или, может быть, достаточно такой материнский отец, отсюда выходят разные пути решения такого конферта. Вот я о чём подумал, мы, ну вот, измена – это вершина айсберга, которая является чем-то таким, что нельзя игнорировать, с чем обращаются люди. Но вот то, о чём мы с тобой говорили, предполагает, что корни этой проблемы могут лежать в отношениях некризисных. То есть есть такое же распространённое мнение, что к психотерапевту, к психоаналитику люди обращаются в тот момент, когда случилось, ну, какое-то такое горе. Ну, для людей действительно это горе. И я бы вот хотел как-то подчеркнуть, что не всегда нужно ждать, пока… Как горе случится. Да, пока что новость, беда какая-то настанет. Да, с этим я согласна. Хотелось ещё добавить то, что женская измена, вообще измена в общем, это всегда какая-то просьба, которая сказана действием. Да, интересно. И это всегда что-то, в чём человек сам не может разобраться. Он просто, это как, знаете, ребёнок. Когда ему что-то не нравится, он это показывает чем-то там. Он начинает капризничать, он что-то разбивает, он что-то там такое пакостит. И чаще всего это какая-то неозвученная потребность. Неосознанная. Неосознанная, это для самого человека, который пытается решить её просто с другим, заполнив свою нехватку. И мне очень хотелось бы добавить то, что присутствие третьего в отношениях, даже если он не существующий, даже если он просто фантазийный, это третий, это всегда есть какая-то ревность, какие-то подозрения, какие-то вопросы к партнёру, не изменяет ли он, не ходит ли он к каким-то другим барышням или мужчинам на свидание. Это всегда вопрос того, а зачем вам третий в отношениях? Зачем вы его приглашаете? Потому что, в принципе, всё, что происходит в этих отношениях, это по согласию. И касаясь женской ситуации, и уже немножко забегая на тему мужской измены, я могу сказать, что очень часто бывает, что женщина сама провоцирует, сама приглашает эту третью в отношения. Но это тема нашей следующей лекции, такой беседы, которую мы здесь проводим. Она достаточно интересная, не менее интересная, чем женская измена. Да, тема, самое главное, эта тема актуальна, эта тема не надуманная, а из реальной практики, то, чем мы занимаемся. Спасибо Жене за то, что он пригласил меня поучаствовать в этом видео. Это первый мой опыт, он достаточно интересен. Мне бы хотелось дальше продолжать. Да, конечно, будем продолжать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ссылки на все ресурсы, на ресурсы партнёра будут под видео. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok